Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да, Максим, пока все обошлось, но завтра нужно будет что-нибудь придумывать. Тамара Ивановна попросила принести ей телефон. Так что, если увидишь дождь, каждая капля в глаза загляни. И, возможно, меня заберешь по частичке в ладони своей. Так что, если увидишь дождь, каждая капля в глаза загляни. И, возможно, меня заберешь по частичке в ладони своей. Добрый день. Налейте мне, пожалуйста, стакан воды. Вы слышите меня? Ага. Чую, чую. Ну? А вот ты зря меня не послухала. Что? Вдала бы мне сразу все бабки. И никто бы твоего Семена и пальцем не чипал бы. Ага. Так это вы? Это вы меня ж не помните. Тихо, лучше не рыпайся. Вякнешь? Я тебя придушу. Поняла? Угу. Ты все, мол, в мене. Реша. Ага. Реша, мой сын в безопасности. На, ну. На. Короче, слушай сюда. Да. Завтра в 11-й ранку я повинен отримати все бабки. Я тебя не поняла? На грунтовой дороге. Пять кем мы. Белем лесополосы. И КВД на ответаль. Бабки повинен привезти твой внук. И чтоб никаких ментинов. Не дай бог я побачу, что хоть одного мента. Я пишу твоему семью кулю в лоб. Ты меня поняла? Повтори. Завтра в 11 возле лесополосы приведет мой внук. Он будет один. Молодец. Ну что? Не хворай. Сестра, помогите. Кто-нибудь, помогите. Кто-нибудь. Кто-нибудь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А? Ну так и я с тобой. Так не надо уже. Что значит не надо? Я вас, Галина, охранять должен. Ну так считай, что все. На сегодня твоя смена закончилась. Все. Ничего подобного. Тебе еще домой добираться. Так что я с тобой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК неохота по темноте из Гремлена возвращаться. Вы не переживайте. Я и на завтрак приготовила. Ну хорошо, если так. Спасибо большое, Марина Георгиевна. А там и костюки придут. Они обещали помочь. Тарас Остапович сказал, что приготовит свое фирменное блюдо к ужину. Катя, идите. Большое спасибо. Спасибо, Марина Георгиевна. Галина Георгиевна. Интересно, кто такая? Прислонная ли какая-то беднородочка? Галя. А? Ты что, еще не забралась? Так я суп варю. Да бросай, потом доваришь. Здрасте. А ужина чем? Чего? Да какой ужин, Галя? Мы же к Марченко едем, там и поужинаем. Здрасте, что ты выдумываешь? Я никуда не поеду. Давайте лучше вымойте руки, садитесь, почти все готово. Так, Галечка, это не обсуждается. Тут оставаться очень опасно. И что мне теперь? Кафе не открывать? Я вам на завтра кучу всего наготовила. Надо клиентов возвращать, а то они опять русские в корчме толкутся. Ну потолкутся день-два, а потом снова повернутся. А простое кафе кто мне платит? Ты? У меня все продукты испортятся, пока я там дрыхнуть у Марченков буду. Ну хочешь, забирай их с собой, эти продукты. Угу. Сильно они там нам рады будут. Знаешь что, если ты так бандитов боишься, езжай к Марченкам сам. А я дома переночую, мне тут как-то комфортней. Да ничего я не боюсь, Галя. Ну разве что, тебе или Нине кто-то сделает, ну, вред. Вася, бачишь, не хочет никуда ехать. Ну, я тогда дома залишаюсь. Ну, раз такое дело, то у меня без вариантов. Остаюсь вас охранять. Вот и ладненько. Так, я Нину предупрежу. Давай. Алло, Нина. Привет, дядя. Ну что, вы выехали, к ужину успеваете? Это, тут такое дело. Мы сегодня дома переночуем. А Василий будет нас охранять. А вы с тетей Галей не приедете. Жаль. Ну, звони, если что. Спокойной ночи. Подожди, Нина, я случайно услышал. Они что, остаются в Михеевке? Да. Просили не волноваться. Не волноваться, когда вокруг такое творится? На дядю Петю напали. Дядя Сема пропал. Неужели твой дядя не понимает, что оставаться одним сейчас это реально опасно? Ну, я не стала с ним спорить. Нина, их нужно привезти в наш дом. Глеб, нужно съездить в Михеевку и привезти тетю и дядю Нины сюда. Так, так, так. Что значит нужно? Если кому-то действительно куда-то нужно ехать, пусть сам это и решает. Без помощи папиных охранников. Он, между прочим, не для этого их сюда присылал. Глеб, Денис, слышали? Вы охраняете меня и моего мужа. А не каких-то там родственников из села. Конечно, Кристина Алексеевна. Дядя и тетя Нина – это наши родственники. И они должны быть в безопасности. Если Глеб и Денис остаются здесь, значит, я сам за ними съезжу. Приняты мною решения. Будут выполняться и в нашем доме, и в отеле. Точка. Глеб. А ты, я смотрю, упертая. Задил организм. Процесс пошел. Накричал на меня, и поехал за этими селюками, мне пришлось даже Глеба с ним отправить, ну мало ли что. Кошмар какой. Для них, видите ли, опасно оставаться в собственном доме. Да кому они нужны? Но нет, нужно было обязательно их притащить сюда. Теперь будет этот шум, гам, вонь. Вот это новость. Их же невозможно оставлять с культурными людьми. А теперь они через стенку будут жить. Лидия, хочешь, переедем на время? В отель? Нет. Переждем нашествие саранчи в одном уютном доме в Гремлыне. Там хоть нормально? Там отлично, не хуже, чем в люксе. Так а какой смысл ехать так далеко, если... Ой, если в отеле не хуже, и можно так ближе там побыть. Крис, ну в отель мы можем переехать в любой момент. Макс это прекрасно понимает. И когда он привезет этих колхозников сюда, разместит их, заметит наше отсутствие, и куда он в первую очередь побежит? В отель. А нас там нет. Повод и будет у него. Повод поискать нас и поволноваться за своих родных людей. Марина Георгиевна, вы гений. О, я да. Пойду скажу Денису, пусть машина подходит. Достало уже. Семья грозит реальная опасность, они отношения выясняют. Вы правильно поступили, Максим Романович. Алло. Да, я слушаю. Спасибо, что предупредили. Что-то случилось? Бабушка. Едем в клинику. Ой, не посмотри, что делать. Я тебе кляну на зонтики взять. Ой, да у меня долго. Мамочка. Ой, мамочки. Я вся мокрая. Прическа. А ци курки куда намылились? Они шо, всей семьёй собирают выкуп? Тоже мне крутилики. Господи, пожалуйста, спаси и сохрани моего мужа. Пусть он вернётся живым. Я обещаю, что буду любить и ценить его ещё больше, чем прежде. Я на всё готова, Господи, пожалуйста. Пусть он вернётся живым. Пусть он вернётся живым. Вот ты иду. Мне за всё ответишь. Может, стоит всё-таки предупредить вашего брата, что мы приехали? Ну, вдруг у него какие-нибудь планы на вечер романтические? Нет, я думаю, Влада не рискнёт сюда заявиться. Она всё-таки у нас теперь дама замужняя. В смысле? Влада и Антон любовники? Ты не знала? Да, вот это да. Да, Влада та ещё штучка. Нет, да ей вообще мои мужики нравятся. Сначала она рома соблазнила, царство его небесное, а потом она обратно переключилась. Я ему говорила, Антон, не связывайся с этой Владой. Он связался всё развод. Очень-очень ужасно. Ну, я надеюсь, что их взаимоотношения в прошлом, а Яна Антона простит. Если сможет. Угу. Угу. Спасибо. Приятного аппетита нам. Угу. Как она? Плохо. Была остановка сердца. Срочно сделали повторную операцию. Слава богу, сердце запустили, но врачи опасаются, что мозг сильно пострадал из-за кислородного голодания. На завтра назначили энцефалограмму, может что-то прояснится. Пока бабушка без сознания. Ну, врачи ведь говорили, что Тамара Ивановна идёт на поправку. Как же так? Сам не знаю. Да, Макс. Дядь Петя, ты же был сегодня у бабушки? Что ты ей наговорил? Да ничего особенного. Поговорили немного. Как мог, убедил её, что и в отеле всё хорошо, и у Нины Сёмы тоже всё в порядке. А что? И поэтому после вашей встречи у неё сердце остановилось? Как? Тамара Ивановна умерла? Нет, слава богу, бабушка жива. Но прогнозы врачи дают очень мрачные. После нескольких минут клинической смерти выкарабкаться в её возрасте очень сложно. Ну, конечно, к ней нельзя. Она в реанимации после операции. Хорошо, я как что-то узнаю, перезвоню. Всё, давай. Поведёшь, я за руль не сяду. Да, без проблем. В Михеевку? Угу. Радость моя, вот и я увидел силуэт в окне. Братишка, я, конечно, знала, что ты меня любишь, но не думала, что до такой степени. Ты шампанская. Приятно, Антон, приятно. Ну, добрый вечер. Добрый. А что вы тут делаете? Ну, телек смотрю, поужинали. Так, а меня нельзя было предупредить, что у вас телепросмотр? Я хотела сделать тебе сюрприз. Тебе удалось. Вы простите нас, пожалуйста. Правда, как-то очень неудобно получилось. Дело в том, что у нас дома какой-то ужас. Это нашествие сельских родственников Нины, и Марина Георгиевна, она предложила, чтобы мы здесь переждали. Вы простите нас, пожалуйста. То есть вы надолго? Слушай, Антон, я вот думаю, как, по-твоему, кто мог заказать похищение Семёна? Кстати, я в местных новостях видела, что таким образом враги избавляются от своих конкурентов. Ужас какой-то, правда? Дикари. Да откуда у нашего святоши враги? Ну, я не знаю. В Карпатах отелей много. Ваш самый лучший, вот и повод. Да сбежал он. Сбежал. А это похищение просто? Это какая-то тупая инценировка. Я не думаю, как он мог так жестоко подшутить над мамой, над всеми нами. Это не в его характере. Святой. Нет, нет, ну, не святой, но ты же сам знаешь, какой набушный монастырь хотел идти. Дестрюнка, да не бывает в нашем монастыре нынче святых. Ну, предположим, предположим. Зачем вам это было нужно? Господи, повод, масса поводов. Масса. Ну, во-первых, деньги. Протрынь-ка на деньги нашего отеля. А нам, акционерам, отдавать дивиденды нечем. Вот смылся. Да элементарно достало его все. Вот тупо достало. Он психанул и сбежал. А родственники его ищут. И меня достает. А ты здесь при чем? Ко мне следователь приходил. Так неприятно. Это понятно. Господи. Нина. Нина, родная. Я же должен с тобой быть сейчас. Я же обещал тебя защищать, хранить тебя, Господи. Господи, всемогущий, помоги, Господи. Господи, я же обещал ей быть рядом, защищать ее, хранить ее, Господи. Господи, мне не больно от ран, я все вытрублю, Господи. Душа болит, разрывается, Господи. Господи, помоги ее, убереги ее от прихонения, Господи. Огради ее от напасти, от несчастья охради ее, Господи, спаси ее. О, Господи. Господи, помоги, помилуй, Господи. О, Господи. Поворачивай. Куда? Едем домой. Ля, глаз падает. Отлично. Меньше возни буду. Сонну хапану на раз-два. Отдай. Максим! Повертайся до мене. Иначе я ее вью. Не смей! Максим. Максим. Да и кей Максим. Ведь тебе уже надо помочь. Максим. Максим. Вот курва мать. Ничего стыну. Максим. Максим. Сразу. Сразу. Максим. 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 Нина. Максим. Нина. 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 Все, все, все. Господи, ты здесь. С тобой все хорошо. Что-то страшное приснилось? Да. Ужасный сон. Страшно вспомнить. Так, а ты не рассказывай. Все хорошо. Ты в безопасности. А дядя, тетя, они здесь? Они дома остались. Ну, а пока я в Михеевку приехала, они уже и спать легли. Я завтра их привезу. Спасибо. Что? Что там? Там кто-то есть? Нет, никого. Ты чувствуешь запах странный, как в аптеке. Ты лекарства принимала? Нет. Нет. Ну, ладно. Так, я сейчас. Держи. Древяной. Спасибо. Ты допивай и ложись. Да все равно не усну. Почему? Страшно. А ты не бойся. Я рядом. Глеб в соседней комнате. Да я понимаю, но... У меня все равно ужасное предчувствие. Как будто надвигается какая-то смертельная опасность. Так. Давай. Ложись. Ложись. Так. А я рядом посижу, пока не заснешь. Чтоб не страшно было. Мне когда годика четыре было, может пять, меня переселили в новую детскую. Там только ремонт закончили. Так непривычно было после комнаты мамы и папы одному засыпать. Ну и где-то через недельку, лежу я, значит, пытаюсь уснуть. Ничего не получается. И тут слышу, за стенкой, кто-то скребется. Я, конечно, долго лежал, боялся встать, посмотреть. Но потом все-таки решился. Спустился с кровати. И пошел на звук. И тут, в углу комнаты, из маленькой норки, вылезает мышонок, совсем крохотный, и смотрит на меня. Я на него смотрю. И на цыпочках, тихонечко, иду к двери, открываю дверь и зову маму. А мышонок, главное, не испугался. Разгуливает по комнате. Ну, прибежала мама, увидела мышонка и как, закричит. Ну, тут папа прибежал. Мышонок испугался и в норку. Мама кричит, в доме крыса. Я говорю, ну какая крыса? Это всего лишь маленький мышонок. Папа рассмеялся, пошел на кухню и вернулся с трехлитровой банкой. Успокоил маму, отправил спать, а сам со мной сел караулить мышонка. Через некоторое время мышонок снова выполз. И тут папа его ап и в банку. И как вы назвали мышонка? Мышонок Пик, как в сказке Бьянки. Я в детстве очень этот рассказ любил, может поэтому мышонка не испугался. А через дня два мы с папой Пика в поле выпустили, чтобы ему хорошо было и мама не волновалась. Субтитры сделал DimaTorzok Лёвушка. Ты какого хрена тут делаешь? Да я... Руся, я тебя спрашиваю. Ты что тут делаешь? Я сколько раз тебе говорил, не приходи сюда, пока я не скажу. Ты что, Руська? Ты что, глуха? Че-то тупа? Что тебе я? Лёвушка, да я же... Я-я-я-я-я просто... Что просто? Ты можешь сюда хвоста привезти, что не понимаешь, или что? Лёвушка, я про это не подумала. А ты что и воно? Думать нечем. Одна полова в голове. Лёвочка, я думала, я думала, что ты, как ты? Он, может, голодный, наготовила всего. Да-да, извини. Голодный, как Вовка. Давай ешь, мой хороший. Як ты любишь? Он картошечка с мяском, а? Да-да. Не-не. Поняла. Сейчас нельзя. Ну шо ты, як? Так шо? Ничего доброго. Облом на обломе. Як ты облом на обломе? Як так? Этот придурок решил от меня сбежать. Идиота кусок. Ну, так не сбежал же. Не, конечно. Ну, правда, пришлось ему маленько подсередить, чтобы не рыпался. То ты шо? Ну, а я тебе миляю. Ничего ему не буду. Так, немножко ногу подсередил. Делов-то. Ну, так а... Да-да. Только сейчас с ним в банк не заявишься. Бабак не получится срубить. Так а шо же его робити? Есть один вариант, конечно. Да нет, чтоб сразу нормально. Без фокусов. Лиза на рожен, придурок. Лёвочка, Лёвочка, ты в мене найкращий. Лёва. Лёва, ты всезможеш. Да? Да, ты кёбломыцей задолбал уже. Это потому, что надо было не Семёна, а Нинку воровать. Уже б давно гроши считали. Лежа там где-нибудь. На островах. Чё ты сказала? Да шо я... обойдусь без твоих советов. Шурузицы. Лёва, ну... Марзицы, дурая, я сказал. Лёва. Я сказал, встала и вышла. Приятного. Дякую. Территорию вокруг дома смотрел всю. Нашёл что-то? Да, под окнами Семёна Назаровича. Следы довольно крупные, похоже, мужские. Значит, мне не показалось. Что именно? Я когда к Нине в комнату заглянул, окно было открыто. И запах такой странный, как будто кто-то лекарство пролил. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А что, в доме больше никого? Нет, все разъехались ещё вчера. И даже Кате? Да, её отпустили к подруге в райцентр. А мама с Кристиной? Они поехали ночевать у Антона Георгиевича. Странно. А с чего вдруг? Им не понравилось, что приедут мои дяди и тёти. Ясно. Значит, ты весь вечер была одна, пока мы с Глебом не приехали. Да. Так, я на работу. Ты останешься с Ниной. Максим Романович. Да, я понимаю, что ты приставлен меня охранять. Это нарушение инструкции моего тести. Ну, Глеб, ну ты же видишь, какая ситуация. Договор? Хорошо. Я останусь с Ниной Александровной. Спасибо, выручил. Не переживай. Если что, звони. Хорошо? Хорошо. До вечера. До свидания. Тарас Остапович, здравствуйте. С Ниной всё в порядке. Вы как? А у нас тоже всё нормально. Да что с нами станется? Что значит, что с вами станется? В том-то и дело, мы не знаем, чего ждать, пока преступник на свободе. А вы что делаете? Да ничего. Мы просто залишились в доме и всё. Но мы же с вами договаривались. Всё очень серьёзно. Вам нужна постоянная охрана. А наш дом охраняется. Поэтому вам лучше быть здесь, с нами. Да я ж только за, вы знаете. Вот что с Галей делать? Я и так, и эдак, а она ни в какую. Кажет, что я не брошу своё кафе и всё. Отлично. Вот вчера все разъехались, кто куда, кто-то вообще не приехал. И осталась наш они на одна дома вечером. Хорошо, я вовремя вернулся. Что за безответственность такая? Понятно, Максим Романович. Всё, больше ниякой самодеятельности. Будем ночевать у вас столько, сколько нужно. Всё, я вам потом перезвоню. До свидания. Галя, бросай всё, треба собираться, ехать к Марчинкам. Не, ну ты шутишь, или что, Тарас? У меня он вчера сколько продуктов перепортило, сегодня я всё наготовила. И опять всё в помойку. Галя, ты меня слышал, а треба собираться, давай, давай. Вот тебе надо, ты и едь. А мне через полчаса кафе открывать. Меня клиенты ждут. А вот вечером, ну, когда закончу всё, можно и к Марчинкам, да хоть куда. Не, ну ты снова торгуйся, да? Ты можешь хоть раз в жизни сделать то, что я тебя прошу, Галя! Остапыч, ну, правда же, жалко, если столько вкусного пропадёт. А ты не переживай, я покараулю, пока Галина Тимофеевна всё не распродаст. Вася покараулют. Да ну вас, знаете шо, а делайте вы шо хотите. Мне на работу пора. Ай! Алло, Крис, объясни мне, пожалуйста, что это был за Димаш? А что такое? Какой Димаш? Я где? Ну, скажем так, не дома. А ты, наверное, в отеле? А где же мне ещё быть в рабочее время? Ну, я не знаю. В отсутствии жены может быть много вариантов. Крис, мне сейчас не до шуток. Вы специально уехали после того, как я попросил вас не покидать дом? Молодцы вы с мамой, ничего не скажешь. Ты знаешь, очень приятно, что вот спустя практически 12 часов ты наконец-то заметил отсутствие жены и матери. Очень приятно. Я на самом деле думала, что как минимум дня два пройдёт. Но нет, ты заметил. Молодец. Так что, ты там не скучал в компании Ниночки её милых родственничков? Дядя Кошвар, наверное, пирожковым напёк. Крис, перестань, они остались ночевать в Михеевке. Так это ты что, всю ночь был с Ниной один? Во-первых, мы не оставались с ней вдвоём. Потому что, если ты помнишь, ко мне по-прежнему приставлен Глеб. Во-вторых, я допоздна был в клинике. У бабушки остановилось сердце. Ей сделали повторную операцию. И сейчас врачи борются за её жизнь. Господи, ну что ж ты мне сразу не сказал про Тамару Ивановну? Милый, милый, да я бы сразу приехала. Всё, мне некогда. Работать пора. Марина Георгиевна? Да, что салышку, вот чайок уже готов. Тамаре Ване снова стало плохо. Ей снова сделали операцию, реанимировали. Поедем скорее в больницу. Поедем. Мне сразу показалось подозрительным, что окно было открыто. С утра я попросил охранника осмотреть территорию. Действительно, под окнами комнаты дяди были следы. Скорее всего, мужские, размер обуви большой. Мы с коллегами займёмся этим. Пожалуйста. Анатолий Абрамович, Никаноров, Анатолий Абрамович, берите Вадима и отправляйтесь в дом Марченко. Там, похоже, ночью была попытка проникновения. Да. Осмотрите всё внимательно внутри и снаружи. Да. Хорошо. По результатам отзвонитесь. На связи. Похитители не звонили? Нет. Плохо, очень плохо. Мне это не нравится. Вы думаете, что в такой ситуации нельзя исключать вариант, что вашего дяди не в живых? Да, я тоже об этом думал. Ну, если это правда, то бедная Нина. Как она переживёт, такое горе вьёт о положении. Можно? Да, заходи, дядь Пяти. Как Тамара Ивановна? Из больницы ещё не звонили. Я как раз собираюсь ехать к ней. Я с тобой. Поехали. Да, спасибо большое. Вы здесь? Максим, у нас беда. Мы только что у врача были и всё плохо. Бабушка жива? Жива, не кричи, но она в коме, самостоятельно дышать не может, подключили к ИВЛ, говорят, что могли произойти неопротивные изменения в мозге. В общем, врачи боятся, что она может не восстановиться. Максим, я клянусь, я не говорил ей ничего такого. Я не знаю, почему после нашего разговора ей стало хуже. Крис, пусть Денис останется здесь дежурить возле бабушкиной палаты, мало ли что. А что, есть повод для беспокойства? Да, да, опять что-то нехорошее творится. Похоже, ночью кто-то проник в наш дом. Что, воры? Нет, замки целы, ничего не вынесено, но в доме точно кто-то был. Точно так же и к бабушке мог кто-то прийти уже после дяди Пети. Хорошо, я скажу Денису, конечно, пусть он останется с Тамарой Ивановной. Сейчас я ему позвоню, пусть поднимется. Спасибо. Откорва. Сащуляча кодла тут. Хрен-то бродостарухи пройдешь. Кинула маны, як лоха с бабками, а? Алло, Денис? Поднимись, пожалуйста. Алло. Чуешь це? Ты не ображайся за вчора на мене. Не хотела тебя пригонять на самом деле. Просто день был дурдом. Сорвался. Так что это? Давай. Ага, ну не дуйся. Да, добре, добре. Да, да. Что еще? В Ужерод надо смотаться, в клинику ту дуровую. Узнаю, шо там с Тамарой Марченко случилось. Ага, ага, все, поняла, сделаю. ага. Так куда я не понимаю. Да, кума позвонила. А, та, что ты в прошлом году поссорилась, да? Да, 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 та кума, она. Помириться решила, там, шось, подсобить. Крестница заболела, так, посидеть просила. вот так. Ну, давай едь, я тут побуду. Ага. Бувай. Юлий Генрихович, честно говоря, я сейчас очень занят, но вы проходите. Я не отниму вас много времени. Я насчет нашего курса терапии. Что-то не так? А как вы считаете? Ну, честно говоря, я просто привык приходить к вам два раза в неделю с Кристиной. Вы не обратили внимание, что когда говорите со мной о Кристине, вы никогда не называете ее моя жена, а только по имени? Возможно. Это кое-что значит. Вы намекаете на то, что я не принимаю ее до конца в качестве своей супруги. Да, пожалуй, вы правы. Да и что скрывать, наш брак, скажем так, не идеальный. Вот именно поэтому мы и работаем над вашими с женой отношениями. Но для большей эффективности мне хотелось бы узнать ваши истинные желания и устремления. Я хочу понять вашу мотивацию. Почему вы именно с этой женщиной, а не с какой-то другой? Понять, к чему стремитесь. Юрий Генрихович, ну, сейчас и правда не время. Ну, хорошо. И еще один последний вопрос. Ваше отношение к Нине, оно изменилось с тех пор, как вы... С тех пор, как я был в нее влюблен? Признаюсь, я был с вами не до конца искренним. Скрыл от вас очень важный момент. Да, я действительно сильно любил Нину. И до сих пор ее люблю. А на Кристине я женился вынужденно. Вот, теперь вы знаете все. То, что я сказал, как-то поможет нашей терапии? Это зависит от вашего желания. Чего вы хотите достичь в результате нашей работы? Наладить отношения с Кристиной? Или может быть безболезненно постепенно подвести к варианту развода с ней? Или оставить все как есть? Если быть до конца откровенным, у меня сейчас три желания. Чтобы выздоровела бабушка, чтобы Семена нашли целым и невредимым. И чтобы Нина была счастлива. Честно говоря, я не ожидал от вас такого альтруизма. По крайней мере, я уверен, что эти желания искренни. Благодарю за искренность. Не буду вас больше отвлекать. Работайте. Всего доброго. Ты знаешь, на диво легко все вышло. Зашла в эту клинику. Регистратор же фамилию тетки назвала. Ну, мне рассказали. Ну, так а вона шо? Жива хоть, не? Да жива. Пока шо. Кажется, в коме нажить и похоже при смерти старушка. Беда яка, а. Значит, остались только Максим и Нинка, да? Ну, все, шмаркача, смысл денег просить. Он сам рад избавиться от дядьки соперника. Я ж говорила, сразу надо было снимки начинать. Опять 25. Тебе шо, вчера мало было, чи шо? Где стало уже? Зараз ей буду сюрприз. Хочешь с женой поговорить? Скучился, не бойся, а? Ради всего святого, не трогай Нину. Только не ее. Обещаю, я придумаю, как достать деньги. Любую сумму, какую скажешь. Конечно, придумаю. Куда ты денешься? Семен. Семен звонит! Алло, где ты? У меня. Дуранька. 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 Туранька. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»